Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков и в данном видео я хотел бы обсудить текущие результаты, полученные на моем счету роботом Гамильтон, а также хотел бы обсудить последнее сообщение от компании, в котором основатели компании сообщили, что не могут больше продолжать совместную работу. Итак, вначале обсудим результаты, полученные роботом Гамильтон на моем счету. Первоначальный депозит составлял 454 доллара, депозит был сделан 29 января, то есть 2 месяца назад, и за эти 2 месяца итоговая прибыль составила 563 доллара, что в процентном отношении составляет почти 124%, ну или если быть точным, 123,95%. Если разделить 124% на 2 месяца, то получается, что в среднем робот мне делал 62% в месяц. На протяжении этих 2 месяцев я старался придерживаться настроек, которые рекомендовал создатель робота Дэвид, и, конечно, в целом можно сказать, что работой робота я доволен. Вот это счет одного из моих партнеров. Счет начал работу 14 февраля, то есть полтора месяца назад. При депозите в 1500 долларов прибыль составила 567 долларов, или 35,91%. В принципе, кажется, что доходность не сильно большая за полтора месяца, но здесь нужно учитывать, что первоначальный депозит был достаточно большой, и в процентном отношении прибыль получилась не такой существенной, как у меня. Вот еще один счет при депозите 980 долларов. Торговля началась 3 марта. Прибыль составила 268 долларов, или 27% прибыли. Чуть меньше месяца. И буквально сегодня ночью всем клиентам компании было разослано сообщение на английском языке, это перевод на русский. Всем нашим уважаемым партнерам. Это официальное уведомление, в котором мы сообщаем о прекращении работы в качестве организации. И хотелось бы сказать несколько слов от себя. Любой, кто когда-либо, куда-либо инвестировал деньги, знает, что обычно подобные вступления, подобные слова, ничем хорошим не заканчиваются. Но, как раз большой плюс, когда мы имеем дело с реальным Форекс-роботом, и этот плюс постоянно подчеркивался на презентации, а именно, что создатели робота и компания iGlobalMarkets не имеют доступа к нашим депозитам. То есть все наши депозиты находятся на счетах в брокерских компаниях, кто где открыл. И любые проблемы, любые разногласия, любые передряги между основателями, чтобы они там друг про друга не говорили, какие бы у них там не были отношения, наших депозитов это не касается. То есть если это была обычная инвестиционная компания, где мы передали деньги в доверительное управление, обычно это превращается сразу же в многомесячную бодягу, где они там будут говорить о реорганизациях, реструктуризациях и так далее. Здесь, еще раз повторю, очень важный момент, что наши депозиты, наши средства находятся на счетах брокерской компании. И это огромнейший плюс, это жирный лайк. Лично для меня эта ситуация еще раз показывает правильность данного подхода. Среди владельцев компании возникли непреодолимые разногласия, было принято решение прекратить партнерские отношения. Ну что ж, такое тоже бывает. Главное, чтобы не страдали интересы инвесторов в этом случае. Пользователи, которые оплатили стоимость лицензии 199 на протяжении последней недели, автоматически получат полный возврат средств. Ну это правильно. Пользователи, которые уже оплатили ежемесячную оплату лицензии или дополнительные лицензии, смогут пользоваться программным обеспечением еще 30 дней после платежа. То есть, в принципе, еще целый месяц, я так понимаю, мы можем пользоваться нашими роботами. Бенджамин или Гамильтон, у кого какой стоит. Просим учесть, что AI Global Markets не была закрыта какой-либо контролирующей организацией. Со стороны официальных органов нет никаких обвинений или претензий к AI Global Markets и ее владельцам. Как вы знаете, в США очень строгое финансовое законодательство, очень серьезные контролирующие органы. И совершенно правильно, что компания AI Global Markets, ну или Silverstar, как она раньше называлась, при запуске проконсультировалась с профессионалами, с юристами. И бизнес-модель компании полностью соответствует американскому законодательству. И именно поэтому на данный момент, я так понимаю, со стороны контролирующих органов компании нет претензий, нет вопросов. В чем же получилась проблема? Компания потерпела серьезные финансовые потери за использование фальшивых чеков, а также возвратов средств и не может выплатить партнерские комиссии на этой неделе. На моей памяти это далеко уже не первый случай, когда пользователи оплачивают продукт со своей банковской карты, а через какое-то время делают отзыв средств. И если это происходит в массовых количествах, то у компании начинаются серьезные проблемы, потому что мерчанты или платежные системы начинают блокировать счета. Ну что ж, к такой ситуации, на мой взгляд, компания также должна была быть готова. Ввиду этого, а также ввиду того, что средства заморожены до 180 дней, наши адвокаты и юридические консультанты рекомендовали немедленно приостановить входящие платежи, чтобы не создавать дополнительных финансовых обязательств. Ну, на мой взгляд, это разумный шаг. Если у вас есть действующая подписка, с вас не будут списываться деньги, и вам продолжат оказывать услуги на протяжении времени, за которое вы заплатили. Мы делаем это объявление с тяжелым сердцем и с надеждой на будущее. Владельцы компании продолжат двигаться разными путями в своей профессиональной карьере. Спасибо, что присоединились к нам и верили в нас на протяжении последних 12 месяцев. Как бы там ни было, мы призываем всех не предавать собственную мечту. Часто мы сталкиваемся с препятствиями, которые мы не контролируем. Оставайтесь стойкими, целеустремленными и продолжайте улучшать собственную жизнь и жизнь ваших близких. Вот как прокомментировали данное сообщение в лидерском чате. Ребят, доброго времени суток. Руководство компании из-за разногласий с Дэйвом в ближайшее время переходит на новый сайт. Что нас ждет? Наши роботы продолжают работать в прежнем режиме 30 дней. Встает вопрос, а что будет с роботами после 30 дней? Пункт 2. Партнеры, которые оплатили пакет за последние 7 дней, вернут деньги на карту. Третье. На новом сайте всем действующим партнерам дадут дополнительно бесплатно 30 дней пользования роботом. Вопрос, каким роботом? Гамильтон, Бенджамин или будет вообще какой-то другой робот? Четвертое. Все партнерские вознаграждения нам выплатят в полном объеме на новом сайте. Сделайте скриншоты вашего ранга, а также лично приглашенных партнеров и скриншот Кредит Воллет. Пятое. С новым сайтом у нас будут новые роботы с более чем двухлетней статистикой торговли на реальных счетах. Я так понимаю, речь уже будет идти не про Гамильтон и Бенджамин, а про какие-то другие роботы. Шестое. Будет больше информационной поддержки и обучения. Седьмое. Обновленный маркетинг. Бинар. В общем, из того, что мы узнали сегодня, нас ждут большие перемены в лучшую сторону. Главное, как нам сообщили, для обычного клиента сейчас Гамильтон будет доступен до конца апреля бесплатно. И на новом сайте будут доступны роботы тоже бесплатно на 30 дней. Более детальная информация будет ориентировочно в понедельник-вторник. Итак, ждем более детальной информации в понедельник-вторник. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.